В целом в ситуации с коронавирусом наметилась положительная тенденция. Об этом врачи сообщили главе Бурятии на совещании в режиме видеоконференц-связи. Число заболевших идет на убыль. Количество обращений в скорую помощь снижается. Занятость коечного фонда уменьшилась в 84%. Если взять сравнение с 14 июня, которое было максимально, то снижение идет в два раза, как на врачи-минзово и на 30% обслуженный пузовок. Также идет постепенное медленное снижение количества обращившихся ковидных пациентов. Впрочем, не все так гладко. Например, в первой поликлинике, при том, что число обращений за медицинской помощью снизилось на 68%, количество госпитализированных пациентов не уменьшилось. Сейчас немножко полегче, но нелегко. Полегче – это не значит, что легко. Я бы вас хотел искренне поблагодарить за то, что в пик стояли, как на фронте. И сейчас не расслабляетесь. В общем, коллеги, просто по-настоящему человеческое спасибо. Мы сами видите, чем можем, стараемся помочь, но подменить вас мы не подменим. Мы сейчас такие обеспечивающие, а воюющие – это вы. Обсудили эпид-обстановку в республике также на оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Так принято решение перевести на дистанционную работу беременных женщин, а также включить их в перечень лиц, подлежащих обязательной самоизоляции. В отделении реанимации сохраняется тяжелая ситуация. Находится 195 пациентов в тяжелом состоянии. Не уменьшается число тяжелых больных. В том числе у нас есть проблемы с беременными женщинами, поэтому мы поддерживаем предложение Сергея Степановича об ограничении для беременных женщин по переводе на удаленку. Принято решение о том, что дети до 14 лет включительно могут находиться на улице только в сопровождении взрослых. Сохраняется требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный формат работы. Также на территории всей республики по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим. Инна Садендукова, Новости дня. Новости дня.